24 апреля 1945 года. 1403 день войны. 24 апреля войска 1-го Белорусского фронта, юго-восточнее Берлина, встретились с передовыми частями правого фланга 1-го Украинского фронта. Окружение франкфуртско-губенской группировки противника завершилось. Войска Жукова продолжали уличные бои в северной и восточной части немецкой столицы, заняв городские районы и кварталы, расположенные севернее и восточнее Селесского вокзала. Главную тяжесть боев в центральной части Берлина приняли на себя штурмовые группы и штурмовые отряды, составленные из всех родов войск. Каждой части и подразделением, штурмовавшим Берлин, заранее были определены полосы наступления и конкретные объекты – районы, улицы, площади. За кажущимся хаосом городских боев стояла стройная, тщательно продуманная система. Противник, отчаянно сопротивляясь, бросал в бой кадровые части – войска СС, а также наспех сформированные в Берлине батальоны ополчения фолькштурма. Войска 1-го Украинского фронта в южной части Берлина начали форсирование Тельтов канала. 5-я ударная армия, ведя ожесточенные уличные бои, успешно продвигалась к центру Берлина – площади Александр-Плац. Учитывая особо выдающиеся личные качества командарма 5-й ударной армии, героя Советского Союза, генерал-полковника Берзарина, командование назначило его первым советским комендантом и начальником советского гарнизона в Берлине. В этот же день, 24 апреля 1945 года. Германия. Выполняя приказ Гитлера, генерал Венг предпринял наступление с запада на левый фланг войск 1-го Украинского фронта. Однако, уже во время первых атак, призванная спасти Берлин армия, понесла тяжелые потери и не добилась желаемого успеха. Район Шпрее. При удержании плацдарма на левом берегу Шпрее, в критический момент боя, герой Советского Союза, командир роты майор Оберемченко, поднял батальон и сам повел его в контратаку. В этом бою Оберемченко Николай Васильевич погиб. Италия. Американо-английские войска форсировали реку По и заняли города Феррара и Специя. В Берлин прибыла специальная бригада всесоюзного радио. Записанные ими на пленку репортажи о боях на улицах сразу же передавались в Москву. 24 апреля 1945 года. До нашей победы оставалось 15 дней.